дорогие друзья мне честь сегодня перед вами выступить потому что сейчас я наверное буду говорить свои речи в первую очередь я я хотел поблагодарить организаторов tedx потому что такая площадка она дает возможность не только высказаться но и поделиться тем опытом который у каждого из нас имеется моя тема начинается и моя тема называется так все самое великое человека создается его сердце на самом деле когда тематика была выбрана взгляни во внутрь себя каждый человек ищет что-то эфемерное или что такое высокое потому что это понятие взглянуть во внутрь себя она до такой степени широкая что для кого-то это воспитание для кого-то вопрос образования для меня это вопрос больше наверно личностного роста почему потому что в первую очередь и у меня сейчас 4 ты за по которым я хочу с вами пройтись первое это высокая миссия человека когда я учился в караганде после в девяносто первом году на базе шестьдесят третьей школы образовалась экспериментальная национальная гимназия номер девяносто два где я отучился помнится в нашем кабинете возле доски был была вот был расположен три портрета это первый ахмед байтур сынов основоположника казахской грамматики второй а байку нам баилу и третий был второй аристотель человечества абу нацель аль-фараби вы наверное все хорошо знаете слова аль-фараби которая гласит торги из сберлиген блям адам затман каша у образование которое дано без нравственного фундамента это на и это наверное самый самый на и самый большой враг человечества на самом деле проходят столетия проходят года вот мы сейчас живем на 4 индустриальной революции когда все идет digital вы сами прекрасно знаете я полтора года жил в штатах работал там все на самом деле автоматизировано как сказала шарен там идет четвертая революция когда все меняется роботами человеческий разум становится искусственной и мы все являемся в какой-то мере можно сказать свидетелями того что мир меняется но что не меняется не меняется нравственность не меняется высокие морали человека которые всегда определяют его сущность каждый из вас всегда каждый день перед выбором каждый день человек выбирает либо добро либо зло каждый день человеку предоставляется шанс проявить себя как человек, идущий по пути добра, а иногда, к сожалению, мы идем на пути узла. Но это не означает, что человек сам по себе от этого ничтожен. Наоборот, в этом и открывается величие самого человека. Если бы не было бы черного, мы бы не знали бы цену белого и то же самое. Теперь я хочу рассказать чисто из опыта. Помню, в девятом классе наша учительница по истории Айман Роливна задала такой вопрос. В каком веке вы хотели бы жить? Многие мои одноклассники в то время, сейчас многие уже работают в хороших местах, они все говорили, кто-то хотел жить в период, где был казахский ренессанс, то есть в эпоху Алашорды. Кто-то хотел жить во временях ханов. А я хотел жить именно во время нравственного ренессанса нашего народа, когда жил Ахмед Югунеки, Кужахмед Ясауи, Махмуд Кашхари, Джусуп Баласагун. И на самом деле, вот только недавно я читал Кутах Дубелюк, то есть это Джусупа Баласагун, это трактат известного нравственного, можно сказать, учителя, Джусупа Баласагуна. И я увидел то, что он, в 14-15 веке его советы, настолько они нужны сейчас нам. Как быть человеком, как себя показать. И я понял то, что каждый человек в нашем обществе нуждается в моральном наставнике. Только на прошлой неделе в семинаре фонда имени Конрада Аднаура в Алмате я встретился с новыми стипендиантами данного фонда. Все они очень красивые, молодые ребята. Учатся кто в Казгу, кто в Назарбаев университете. И у всех, у них был один вопрос. Как состояться как человек? И в первую очередь я хотел сказать то, что человек не должен забывать, что он не просто человек. Он передатчик той мудрости и того знания, которое накапливается столетиями. Если вы думаете, что я обычный человек, я просто каждый день живу, работаю механически, зарабатываю, трачу, то вы очень сильно ошибаетесь. У каждого человека есть определенная миссия, которая его, в конце концов, приведет к тому, что он эту же миссию исполнит, только после этого он покинет этот мир. Теперь второй тезис мой заключается в том, что слова имеют силу. Почему? К примеру, я помню, как мой дедушка и как моя бабушка, если мы говорили такие нелицеприятные или пустые слова, они всегда говорили «Боссу сюлеме». «Хажецы сюззерда кубайтпа». Лишь с годами ты понимаешь, что на самом деле две вещи очень сильно в жизни материальны. Это мысли и это слова. То, что внутри имеется, и то, что мы говорим, все наше слово – это проекция нашего внутреннего мира. Если в глубине души человек, он несчастлив, не ждите от этого человека, что он будет вам говорить счастливые вещи. Но это явно симптом тому, что с этим человеком надо поговорить, надо с ним диагностировать то, что он еще, может быть, не замечает. Но это не означает, что человек ущербен. Или тот самый, слова помнятся, когда я учился в Евразийском национальном университете, у меня был друг Нурбек, он сейчас работает в Национальном банке, мы с ним пошутили. Я ему сказал, вот не дай Бог, чтобы я работал в Шамкенте. Прошло 4 года, меня отправляют советником Акима области в Шамкент. То есть, это от чего говорится? Я хочу вам сказать, нельзя в жизни зарекаться. Нельзя зарекаться. Вот вы скажете, я этого не сделаю, вы три раза это сделаете. Вот сейчас сидите, наверное, думаете, вот я никогда не выйду замуж за южанина. Девушки так думают. Или пацаны, наверное, думают, ну я с северных девушек не возьму. Они такие независимые. А в жизни получается так, что у того человека, который зарекся, он по-любому исполнит то, что он не хотел это исполнить. Это обратный, можно сказать, эффект жизни. Но есть синергетический эффект жизни, который готовит человека к тому, если он к этому 100% отдается. Если человек очень сильно трудится в одном поприще и ищет себя, 100% рано или поздно он в этом специализации станет высококвалифицированным профессионалом. И мы должны радоваться, потому что такие люди меняют отрасли. Такие отрасли меняют нашу экономику. Третье. То, что я хочу с вами поделиться, это такое мнение, это я научился в Штатах, которые очень сильно мне в жизни помогают. Однажды профессор Стэнфордского университета мне сказал «Love liberates», который означает, что любовь освобождает. Я ввиду того, что я немного молод, я понимаю то, что, да, может быть, любовь освобождает, но мы многие вещи воспринимаем не контекстно и не концептуально, именно теоретически. Я понял это теоретически, да? Любовь всегда освобождает, каждый человек с помощью любви окрыляется, иногда из-за любви, можно сказать, становится тем, кем мы его даже никогда не представляли. И на самом деле, когда бывают в жизни такие моменты, когда тебя предают, когда бывают большие разочарования, оно всегда в жизни будет, надо к этому быть готовым, потому что в розовом мире никто не живет. и я понял тогда, когда мне сказали то, что на самом деле любовь освобождает только по своему опыту, когда был у меня хороший, можно сказать, недопонимание, в конечном итоге, когда с этим человеком я не мог понять, либо остаться ли, либо от него уйти. И я прислушался к данному совету, и на самом деле я сказал, что спасибо за потраченное время со мной, за усилия и за любовь, но этой же любовью я тебя освобождаю от той моральной ответственности, которую ты сейчас ко мне испытываешь. И это помогло, ребята. В каком смысле помогло? То есть если вам кто-то делает зло, это не означает, что вы должны отвечать этому человеку тем же, что и он. Осознанно понимая внутренний свой мир, вы должны этого человека отпустить. И когда вы отпускаете, будет хорошо не ему, поверьте мне, будет хорошо вам. Потому что вот тот сосуд, который у вас есть, в который накапливается все это нехорошее, она в хорошем не кончается. И в связи с этим вам очень сильно в жизни понадобятся такие качества, как терпение и умение прощать. А терпение и умение прощать, они проистекают только из одного корня. Этот корень называется любовь. И четвертое, тем, что я хочу с вами поделиться, вы, наверное, слышали у каждого, вот так, когда приходите, кто-то говорит, что этот молодой человек, он такой милый, хороший, о, какая красивая девушка, прям светится. Вот я так думаю, почему они такими, можно сказать, становятся хорошими, милыми, потому что они поступают просто правильно. Иногда у каждого человека бывают такие моральные, можно сказать, весы, которые мерят ваш поступок и поступок другого человека. Есть и каждый, вот это, можно сказать, мерило весов у вас там накапливается различными факторами. Кто-то говорит, что он сделал неправильно, кто-то говорит, что это правильно, может быть, у него была своя причина, чтобы так сделать. Но в конечном итоге я понял одно то, что если у вас перед вами есть какой-то выбор, всегда делайте правильно. Для кого-то правильно это делать зло, для кого-то правильно это делать добро. Но в конечном итоге в глубине души каждый человек чувствует, что есть правильно в данном вопросе. И я вам пожелаю, ребят, чтобы в жизни, когда вы окончите университет, вступите во взрослую жизнь, чтобы вы были реалисты, но при этом с человеком с большим сердцем. Потому что, это когда вы пойдете и на работу, когда вам будут задавать различные вопросы. Да, образованность важна, начитанность важна. То, что вы можете оперативно и быстро делать, гибко, это тоже важно. Но в конечном итоге, чтобы стать высококвалифицированным профессионалом и человеком с большой буквы, вам только образованность, она не будет помогать. вкупе только с большим сердцем и человечностью этот человек достигнет таких высот со временем, которые история будет рассказывать о них с большим воодушевлением. Спасибо большое.